И здравствуйте, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня мы с вами снимаем мукбанг. Ну как мы с вами? Я снимаю, вы смотрите. У нас, значит, здесь пюрешечка, принглс, помидорки и здесь еще ножки от Кивси. Я люблю сочетание фастфуда и просто домашней еды. А принглс это вообще моя любовь. Посмотрите, получается картошка с картошкой, но чипсы же тоже делаются из картошки. И пюрешечка тоже делается из картошки. Получается картошка с картошкой. Вчера мы снимали видео с подписчицами и реально мне так они понравились. Вот абсолютно искренне вам говорю. Действительно, у меня с ними было очень много общего. И я реально видела, что люди смотрят меня давно. Я очень рада, что я выбрала именно их. Потому что на почту мне очень много кто пишет, что я тоже хочу участвовать в мукбанге с подписчицами. Но когда человек очень много пишет, меня немножко пугает, если честно. Если вы тоже хотите сняться, подписывайтесь на мой инстаграм, отвечайте на опросник. И я с удовольствием сниму с вами тоже совместное видео. Так, здесь ножки. Ножки, кстати, не особо люблю. Я больше люблю крылышки. Но есть можно. Я не знаю, вам слышно или нет. Но кто-то что-то сверлит. В общем. Вчера сижу я, значит, монтирую видео. И у нас где-то в 300, наверное, где-то метров здание. И там в подъезде как будто пожар. Вроде, знаете, огромного такого дыма нету. Но вот я вижу, что там огонь. Я думаю, что делать. Может, мне кажется. Смотрю, это огонь увеличивается. Думаю, что делать дальше, думаю. Потом, слава богу, кто-то проходил и посушил. Поэтому нужно быть крайне аккуратными. Куда вы вообще... Кидайте сигарету. Вам может кажется, что это ерунда. В общем, у меня появилась идея застраховать нашу квартиру. Вроде, стоимость небольшая. Там в год стоит что-то в районе 2-3 тысяч. В год. Я думаю, что за 10 лет это всего делает. 20 тысяч. Почему нет? Потому что всякое сейчас происходит. Ходила вот недавно насчет там купчи. Уже получаем купчу и все такое. Вот. Еще, кстати, у нас увеличивается число зараженных. из-за того, что все меры были сняты. Ну, как раньше, если честно, я уже так не боюсь коронавируса. У нас суббота, воскресенье. Короче, все должны сидеть дома. Никто никуда. Но боюсь, что эти меры уже не помогут. Я как бы смотрю на статистику и вижу, что не так уж много людей умирает от этой болезни. И все как-то устали, мне кажется, от этого. Устали сидеть дома. Устали от этих вот новостей всех. Раньше я на ютубе смотрела видео про коронавирус. И там было столько просмотров. Вот эти вот новости. Рекордное количество. А сейчас, вот вчерашнее видео РБК, по-моему, всего-то было 30-40 тысяч на этом видео, где рассказывается про коронавирус. Мне кажется, просто людям уже надоело. Вот эта вот вся ситуация. Ну, сколько можно, действительно. Очень надеюсь, что это все закончится и мы скоро будем жить обычной жизнью. Свате только что оболтали. Она хочет пойти на пляж. Мне кажется, еще рано, если честно. В аквапарк или что-то такое. Я не против, но я буквально вчера была на лазерной эпиляции. Мне нельзя. Вообще, вот сейчас я выйду из дома. Я постараюсь видеть что-то теплое. То есть, что-то вот с рукавами, чтобы не обгореть на солнце. И таки, знаете, как получилось? Я, получается, пошла на процедуру, потом выключили свет, мне пришлось вернуться домой, а потом опять пойти. Так что, как-то так, хороших новостей очень мало, к сожалению. Когда вот эта вся ситуация началась в Китае, у нас вообще даже не было, даже не пахло коронавирусом. Я уже собирала продукты и думала, вот пару лет не выйдем из дома. И давайте немножко поотвечаю на ваши вопросы. Тут такой интересный вопрос. Как стать популярным блогером? Вот как только я узнаю, как стать популярным блогером, тогда я всем и расскажу. Пока что я не считаю себя популярным блогером. Я начинающий блогер. У меня нету миллионов подписчиков. Если честно, я думаю, что не будет прям так много подписчиков, потому что я, получается, целиком и полностью не могу себя посвятить блогингу. Я работаю. Дальше. Как вы познакомились с братом Фати? Знакомы ли вы? Мы знакомы. Как-то один раз, по-моему, один раз мы виделись. Я Фатя, ее брат. Потом мы еще присоединились к бабушке и дедушке Фати. И мама там была ихняя. Я обожаю маму Фати. Мне она очень нравится. Она очень женственная, очень нежная, очень этичный человек. Умная. Не знаю, я просто в восторге от нее. Тетя Эля, я вас обожаю. У нас не было такого, что мы чисто случайно увиделись. Нас познакомила Фатя, когда он приехал. Он учится в Европе, еще и работает. Он очень симпатичный, классный парень. Вот. Такого близкого у нас с ним общения нет. Но когда он приезжает, вот я его вижу там. Расскажи о себе, какая ты была в детстве. Обычный ребенок. Вот. Обычный просто. Я была тихоня. Мама говорит, откуда меня положили, там я и стояла. То есть я никогда не создавала проблемы для своих родителей. Никогда. Наоборот, всегда меня показывали в пример моему брату. Что, смотри, какая умная Айка. Будь похож на Айку. Поэтому он меня всегда мочил. Потому что надоело. Ножки обалденные. Просто уже не хрустят, так как их купили где-то часа четыре назад. В детстве мы всегда с моим братом дрались. Всегда. Очень часто из-за еды. Ну, драка, знаете, это как-то громко сказано. Драка это когда люди друг друга бьют. А здесь просто было избиение. Так будет правильнее. Я вам рассказывала ситуацию. Блин, мне вот каждый раз, когда я вспоминаю эту ситуацию, мне так смешно. Один раз мы с братом и с моей двоюродной сестрой Дианой и с ее братом играли в игру. То есть два на два, да. Нужно было драться подушками. Мы что-то деремся подушками, вдруг мы слышим ай, 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 больно. Я такая поворачиваюсь и вижу, что мой брат прям вовсю мочит, так скажем, как в Mortal Kombat хук слева, хук справа, потом ногой, потом апперкот мою двоюродную сестру. И я такая думаю, блин, ты придурок, что ли? Мы же просто играем подушками, идиот. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, кому не жалко, кто все равно меня смотрит. Подпишись. Эй, пацан, или не пацан, подпишись на канал, как говорит Иван Гай. Всем пока.